В отделении полиции района состоялся отчет начальника отделения МВД по результатам деятельности за 2020 год. Это мероприятие традиционное и обязательное. Какие направления являются приоритетными в деятельности и что необходимо исправить, знает Наталья Колесникова. В отчетном мероприятии принимают участие руководители подразделения старшей службы. Среди приглашенных – временно исполняющий полномочия главы района, прокурор, старший следователь Следственного комитета, председатель Совета ветеранов. На аудиосвязи Сергей Космачев, заместитель начальника краевого управления МВД. В докладе начальник отделения полиции отмечает слаженную работу всех подразделений и говорит о снижении числа зарегистрированных преступлений до 109. И Георгий Павлович считает, что в этом большая заслуга профилактических мероприятий – работы с людьми. Если брать по общему количеству из 109 преступлений, которые зарислены, они практически все инициативно выявлены. Такие преступления, как 264-я, прим-1 – это управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения повторно. Оружие, наркотики – это все преступления, они латентные, они все выявляемы сотрудниками полиции. А такие преступления, которых не скрыть – убийство, изнасилование, оно у нас увеличение, этого нету, одно снижение. И хищение чужого имечта у нас тоже сокращение. Соответственно, это говорит об одном, что все-таки достаточно неплохая проведена профилактическая работа, и в том числе работа по выявлению латентных преступлений. Тем не менее, огромную цифру дают случаи мошенничества. Такие преступления совершаются удаленно, используя электронные ресурсы телефон. И это сложный аспект работы. Впрочем, остальные виды преступлений раскрываются успешно в большинстве случаев. В докладе отмечены недостатки и намечены направления деятельности на будущее. Например, Георгий Алексеевич сделал акцент на работу с несовершеннолетними. Где-то мы опаздываем. У нас проблемных детей не так уж и много. За ними нужен постоянный, ежедневный контроль, не только со стороны сотрудников полиции. В первую очередь должны, конечно же, реагировать родители. В первую очередь наша задача, как сотрудников полиции, также и органы местного самоуправления, задача помочь родителям. Когда родители не понимают этого, вступаем уже, выходим на манеж мы. И все это выливается в привлечение к административной ответственности, постановка на учет и дальнейшая профилактическая работа. Со словами благодарности от имени главы района обратился к личному составу Алексей Рябцев, временно исполняющий полномочия главы района. Он отметил, что слаженная работа органов внутренних дел и власти приносит результаты, в частности, в противодействии распространению COVID-19. И выразил надежду, что и в дальнейшем эта совместная работа продолжится. Также сказал, что необходимо чаще посещать другие поселки, где нет постоянных участковых уполномоченных. И главное направление работы в 2021 году – пресечение черного копательства. Алексей Николаевич уверен, в этом преступлении есть не только экономическая составляющая, но и моральная сторона. И над пресечением будут работать разные ведомства. Ведь подано более 100 заявок на добычу золота. Совместную работу налаживаем с Министерством экологии и природных ресурсов. Все заявки мы берем на учет. И в этом году мы планируем с наступлением весенне-летнего периода совместно с Министерством организовать проверку именно вот этих мест, отведенных под разведку полезных ископаемых. Но все берут золото. В этом важна слаженная работа. О том, что такое взаимодействие достигнуто, сказал Петр Могула, сотрудник Следственного комитета. Во-первых, возбуждено крупное дело экологической направленности. Во-вторых, раскрыто убийство до 2012 года. Но нет пределов совершенству. И на страже жизни и имущество людей все выступают единым фронтом. В завершении важного мероприятия прозвучал и вопрос к делу, не относящийся, но волнующий. Прошло сообщение, что у нас намечается испытание ракет здесь. Можете прокомментировать? Вообще у нас еще 4 года назад прошли публичные слушания о том, что здесь, в Северо-Несельском районе, будут находиться пункты засечки пусков ракет с территории Европейской части России. Все. Вторая часть итогового совещания проходит без присутствия приглашенных. Всеуслышанно анализируются руководители подразделений, а читавшие в проделанной работе намечают планы на новый период. Наталья Колесникова, Александр Еськин, Северо-Несельская информационная служба.